Копающийся в нас узло возвращается. Сразу скажу, что в целом я уже поиграл, прошел обучение. Игра достаточно классная. Также, друзья, здесь будет новый формат. Это я постараюсь вообще всю игру комментировать без мата. Поэтому я думаю, что какие-то люди, которых это напрягало, скажем так, могут посмотреть, получить удовольствие. В целом, комментировать в этой игре я буду достаточно мало, потому что здесь очень много интересных диалогов. Диалогов очень-очень много. Собственно, я прошел первую миссию, и там буквально на каждом этапе есть какой-то диалог, какой-то прикольный диалог. И сейчас давайте разберемся со звуком, для того, чтобы вам эти диалоги, конечно же, было лучше как-то слышать. Так, основная громкость мы ставим на единицу. Громкость музыки убираем, потому что нам музыка не особо нужна. Громкость диалогов, ну, громкость эффектов это бои. Давайте поставим поменьше. Субтитры. В принципе, в принципе, я думаю, музыку вообще можно убрать, друзья. Потому что последний раз, когда я вам снимал Eternal Return, мне прилетело за музыку. Вообще, пишите в комментариях, нужна ли вам музыка. Хотели бы вы это дело смотреть с музыкой или без. Я думаю, что без музыки будет вполне себе нормально. Потому что постоянно я разбираюсь с какими-то жалобами YouTube на то, что в играх, которые я записываю, есть музыка. Эта музыка принадлежит не компании-разработчику. Поэтому, собственно, появляются из этого проблемы. Последний экзамен. Да отказано управление подземельями. Новорожденному злу следует узнать основу управления подземельями. Окей. Так, как я и говорил, друзья, я постараюсь меньше материться. Собственно, что хотел бы вам сказать, пока здесь идет загрузка. Подписывайся, ставь лайк, жми колокольчик. Будет много интересного. Ага, пытливое зло решило опробовать нашу прекрасную программу обучения. Отличный выбор. В этом простейшем стартовом задании ему предстояло узнать основу управления подземельями. Рытье, строительство комнат, наем и увольнение существ. Все, что требуется новообращенному злу. Первым делом оно полюбовалось средоточием своей силы. Черным сердцем. Сердце надлежало охранять как зеницу ока, ведь его уничтожение означало бесславную кончину зла, который определенно хочет этого избежать. Разумеется, важнейший ресурс для каждого злого гения — золото. Из этого блестящего металла можно создать все самое лучшее, и ни одно создание не позволит абсолютному злу помыкать с собой бесплатно. Грустно понимаю, но именно так работает суровый капиталистический мир зла. Хотя в черном сердце могло храниться немного золота, соплякам, рабочим зла, дающего всему странные названия, приходилось ходить за ним слишком далеко. Куда логичнее было построить сокровищницу где-нибудь неподалеку. Быстро обучаемое зло так и поступило. Друзья, давайте разберем, что здесь хуже, чем в обычной. В обычной, кто помнит, в старой игре была вот эта рука, то есть вы когда нажимали, то есть сама эта рука была курсор. Сейчас эта рука летает за курсором, что на самом деле меня напрягает. Я не знаю, возможно, кого-то это не напрягает, но лично мне это не нравится. Что еще мне не нравится — это поворот камеры. То есть мы повернули камеру, и она автоматом возвращается, что в принципе неудобно для какой-то расстановки ловушек и чего-то такого. Потому что раньше камера просто вращалась. То есть она просто вращалась. Здесь вот по клавишам «повернуть камеру», то есть камера не поворачивается. И на самом деле это очень неудобно. Это неудобно в обучении с ловушками, там где нужно их расставлять. И расставлять их не очень удобно, если вот, допустим, я сейчас покажу. Ну, вот где-то вот здесь вот ее надо поставить, да, то есть не особо оно прикольно. Что ж, начинаем это все выдалбливать. И сейчас сделаем адекватную комнату. Соплигердон. Шия. Шнифи. Ну, прикольные имена у этих ребят. Давайте-ка построим сокровищницу. Надо даже ее побольше немножко сделать. В любом случае денег хватит на все, потому что это фактически бесконечная жила. Я не знаю, она мне не закончилась в прошлом обучении, именно поэтому я думаю, что здесь она тоже не закончится. Иногда соплики скучающего зла работали недостаточно быстро. В эти моменты их следовало как следует отшлепать дланью ужаса. Ну, естественно, это нужно было делать сразу. А, собственно, молодец. Посчетливое зло пораскинуло мозгами над максимальной численностью населения, которое делилось на сопляков и существ. В отличие от существ, сопляков не нужно было специально нанимать, но их количество всегда восполнялось до максимального. Поэтому кровожадное зло могло не волноваться, если какая-то жалкая тварь погибала. Ее место всегда занимало новое. С другой стороны, сопляки были рабочими подземелья и копали тоннели, добывали золото и занимались множеством других вещей. Поэтому увеличение их максимума было всегда актуально. Жадное до новых сопляков зло поспешно взялось за работу. Соответствующие исследования были милостиво открыты абсолютному злу. Это надо было сделать при обучении, иначе его голова лопнула бы от слишком широкого круга возможностей. Кроме того, есть люди, которые умудряются налажать во всем. Собственно, улучшаем количество сопляков. К сожалению, существ были несколько требовательнее сопляков. Для найма таких существ, как гоблины и орки, требовался схрон. Какими бы верными ни были сопляки, они не умели драться и в панике уносили ноги при одном только виде врагов. Тяжело вздохнув, беспринципное зло занялось установкой схрон. Собственно, друзья, здесь сопляки, сопляки, сопляки. Мне вот аж прям хочется их назвать моим любимым словом, которым я называю большинство всех каких-то негодяев или, наверное, каких-то, не знаю, наоборот, годных существ. Это слово с тем же самым окончанием, которое я, как правило, говорю чаще всего. Но здесь у нас без мата. Это, как говорится, новый формат. Не знаю, как далеко мы уедем на этом формате, друзья, но посмотрим, посмотрим. Во всяком случае, это ради теста я решил вот такое вот сделать. Также, друзья, что из нового вообще в целом на канале, я сейчас сделаю телеграм-канал. Там будет различные голосования, различные новости, различные какие-то вещи, которые, скажем так, вы можете узнать. Также заходите на дискорд-канал, там, собственно, мы все дружно общаемся, собираемся во что-то поиграть и так далее. В том числе собираемся поиграть в ВВЗ. И в целом, друзья, думаю, уже начинать как-то вот это все дело социализировать, создавать группы в ВК, в Инстаграм и так далее. То есть, потому что в целом у меня нет на это времени просто-напросто заниматься группами, заниматься всем этим, но я постараюсь это как-то сделать. Будет много всего интересного, есть уже в планах различные задумки, идеи, потому что мне нужна с вами коммуникация, нужна какая-то адекватная критика и неадекватная критика, и в целом какое-то одобрение. Не скажу, что мне прям, я такой человек, да, которому надо самоутверждаться, но мне надо понять, что вам записывать, потому что если я записываю какие-то игры, которые вам неинтересно смотреть, то... Мечтающая об армии зло наняло существ, призванных выполнять за него всю грязную работу. Однако, каждое такое создание занимало ячейку населения. К счастью, максимум населения, как и максимум рабочих, можно было увеличить. Если возникала нужда в освобождении ячейки населения, ухмыляющееся зло всегда могло воспользоваться отходником в черном сердце. Так, давайте... Давайте, кстати, проверим этот отходник. Представители Орды не просто требовали себе отдельные койки, но и нуждались в пище. Иначе они отказывались выполнять любую работу и начинали забастовку. Глубоко вздыхающему злу пришлось построить существа мандюшиную ферму, чтобы удовлетворить их кол. Обратите внимание, основное отличие. То есть здесь вот вы, как видите, существ вы нанимаете. Раньше они приходили просто через портал. На самом деле, вот такое нововведение, оно, с одной стороны, хорошо тем, что, допустим, ты можешь сразу нужных существ призвать. С другой стороны, и плохо. Плохо оно тем, что все-таки, ну, не знаю, нет какого-то вот такого рандома, который был раньше. То, что ты там что-то как кого-то где-то переполавлял. Так, хорошо, ладненько, строим вот это дело. Ну, друзья, давайте-ка почему-то оно не выделяется. Возможно, потому что открыто меню, но да. Потому что открыто меню. Сейчас построим индюшиную ферму, и на этом закончится обучение, собственно. В целом, игра достаточно классная. Я скажу больше. Выходили аналоги на мобильном телефоне, но я пробовал в это дело играть, но там какая-то донатная помойка, не особо такая удобная. И, ну, не знаю, мне не особо оно как-то понравилось. Хотя, может, сейчас все уже изменилось, и зря я наковариваю, но давно я пробовал поиграть вот в мобильный аналог. Кстати, друзья, пишите в комментариях, интересны ли вам мобильные игры вообще в целом на канале. Потому что я понимаю то, что люди, которые смотрят игровой канал, который изначально позиционировал себя как канал, который будет там заниматься ПК-играми, то есть, и потом какую-то мобильную тематику туда тулить, это не особо правильно. Но, тем не менее, если вам это интересно, если вам интересны какие-то мобильные игры, потому что я также играю в какие-то игры на телефоне, и мог бы вам что-то интересное показать, во что можно поиграть. Ну, и плюс какие-то, я не знаю, прохождения сделать, какие-то интересные советы и так далее, какие-то хайлайты в каких-то играх. Потому что, в любом случае, на телефоне я играю, бывает такое, что перед сном или еще что-то, или когда что-то жду, и мне, как бы, не особой проблемой было бы записать вам какое-то видео. Так, у нас на 15 куриц. Так, что ж, прошли мы первый этап, и сейчас перейдем ко второму этапу. И вот по поводу верхнего мира, друзья. Здесь все совершенно по-другому, в отличие от классического хранителя подземелья, потому что здесь есть нижний мир и есть верхний мир. То есть верхнего мира идут на вас, допустим. Быстро обучаемое зло перешло ко второму этапу обучения. Теперь оно в общих чертах понимало, что нужно для строительства подземелья, и могло обратить свой взор на верхний мир, чтобы посеять там хаос и разруху. Там его ждал остров добра, идеальный для разрушения. Нетерпеливое зло занялось его уничтожением. Перед уничтожением верхнего мира следовало отправить туда контингент существ. Длань ужаса жадно потянулась к ним. Кстати, друзья, мы можем здесь, как видим, построить беса. Я так понимаю. Такой вопрос, где он будет жить. Дюшиная ферма. Давайте немножко расстроимся. Посмотрим, что здесь еще можно нанять. Я вам покажу, потому что вот этого вполне достаточно для того, чтобы пойти и вынести уже сразу же всех. Построим, скажем так, то, что нужно. Это кладбище и... Для демонов там что-то. Где у нас здесь? Вот демоны. Воронку построим. И построим кладбище. Давайте уже... Все, в общем, вот так вот. Снимем все золото, скажем так. На самом деле, здесь вот этих вот пяти монстров вполне себе хватает для того, чтобы отправить их в верхний мир. Но я хочу вам показать другие. Так, хорошо. Давайте строим кладбище. И для демонов какую-то фишечку построим. Для демонов, наверное, вот здесь построим. Потому что, ну, до демонов я не развивался, друзья. Я вам скажу сразу. Так, отлично. И вот такое, наверное, для демонов. Группа скелетов, группа зомби, титаны, обращенные герои. Тут уйма денег. Ну, да ладно. В любом случае, сейчас мы это все дело закончим. Что ж, давайте наймем демонов. Бесы. То есть, у меня максимум существ. Вопросом, как увеличивать количество существ? Чтобы нанять на существо, в большинстве случаев, необходимы очков населения. Однако, также есть существа, которые не приходят в децатратички населения. К ним применены другие ограничения. Вот группы скелетов, титаны и так далее. Давайте кого-то переплавим. Гоблин, друг. Тебя можно сюда... Скинуть, правильно? Вопрос, как его утилизировать. Друзья, вот я не разобрался, потому что я не сливал существ ни разу. И интересно, на самом деле, как же... как же от него избавиться. Вот, рычаг. Вот, стой. Все. Или не все? Все. И давайте наймем какую-то нежить. Вот, банша есть. В принципе, что здесь делали? Если раньше была вот эта вот общая помойка, да, в которой они жили, то здесь уже разделили, то есть на кладбище и на вот такую вот какую-то демоническую землю. И в каждой этой земле, скажем так, кто-то обитает. И, что ж, давайте-ка возьмем всех наших друзей. Это можно сделать проще. Стоп, тут армия есть. Вот эта вот штучка. Вот, берем всех и закидываем вот сюда. Первая партия существ отправилась в Верхний мир. Жаждущее разрушений и зло с нетерпением ждало превращения этих ярких цветов в 50 оттенков серого. В Верхнем мире исходящее слюной зло не обладало привычным всемогуществом. Здесь ему приходилось управлять существами по старинке с помощью приказов. Кстати, вот основная фишка то, что мне чем вообще нравилась эта игра то, что она была похожа реально на Маджести. То есть, это ты был как менеджер, да? То есть, ты создавал различные блага а они в свою очередь как-то за тебя дрались. Что ж. Я здесь гоблином. Гоблин декай. Так, надо пушку убить. Что нам очень с ним плохо косит. Так, показываем чудеса микро. Потому что здесь бабы проблемы. В принципе, и все. остров добра стерт в порошок до основания. Это не только улучшило пейзаж, но и принесло великолепные очки коварства. Они нужны для исследований. Жаждущие исследований зло тут же потратило заработанное коварство. И нам вот здесь вот можно что-то улучшать. То есть демоническую силу. Давайте вот это темницу исследуем. Мне что, денег нет? Оно живое. Склепом того, что поможет обновить смерть, по крайней мере, существам орды и обращенным героям. Склепе они остаются свеженькими, пока профессиональные навыки нежности и не вернуть их в жизни. Достаточно прикольная диалогия, достаточно классный комментатор. Вот в целом мне все нравится. И теперь третье. Подземелье для опытных. Умелое зло быстро освоило навыки эффективного управления подземельем. Здесь у нас обучение ловушкам. На самом деле, вот когда я ставил в прошлый раз ловушки, были проблемы с тем, что неудобно поворачивать камеру, друзья. То есть вот именно за счет этого не особо мне это заходит. Жадное до знаний зло никак не насыщалось этими сумасшедшими обучающими заданиями. Ну ладно, продолжим. Стоп, это не то. Это следующее уже. степенно повышали свой уровень. Это было хорошо, ведь существа высокого уровня были намного сильнее. Это уже четвертое обучение, друзья. Уровня существа становились все привередливее и начинали дерзко требовать новых штучек. Жалкий предатель. Например, существа арты стали требовать пива, которые сами производили в пивоварне. Но до ее строительства было еще далеко, ведь сопляки раздраженного зла в очередной раз показали нехватку ума, не построив рабочих мест. Позже для пивоварни понадобились инструменты. Их производили сопляки в мастерской. Со вздохом вновь разочарованные своими рабочими зло приступило к строительству рабочих мест. Ну как мы теперь будем называть инструменты? Экспериментальные утяжеленные инструменты. И угрожать нам они точно не станут. Ох, уже те твои отсылочки на тортик еще не готов. Так, ну окей. Собственно, кто помнит, раньше это производилось специальными, скажем так, юнитами, да, то есть это были рогатые черты. собляки приступили к производству инструментов для строительства рабочего места в пивоварне. Чугунный пивной котел, созданный из инструментов? Да ладно, это же игра. Страдающая от нетерпения зло терпеливо ждало появления достаточного количества инструментов. Собственно, друзья, кто помнит, раньше не нужны были инструменты, раньше нужен был определенный персонаж, но ему рабочее место, то есть это или рогатый черт, или же тролль, по-моему, с молотком, он мог делать ловушки и так далее. Здесь уже, собственно, все это производится с инструментом, с инструментов, а потом уже вот эти инструменты расходуются на какие-то здания, то есть это или ловушки или еще что-то такое. Вот два инструмента, надо их четыре для создания вот этого вот котла. Тут вот, как видите, можно нажать на комнату и создавать рабочие места. Раньше рабочие места создавались, скажем, с помощью просто какого-то количества квадратов, то есть я надел комнату на определенное количество квадратов и там появлялось рабочее место, то есть там допустим в библиотеке появлялась книга и так далее. Здесь уже сделали с одной стороны и проще, с другой стороны и нет. Здесь вот еще какое-то рабочее место может появиться, то есть здесь достаточно интересно, можно это все дело почитать. В целом, друзья, я советую поиграть в эту группу, при том, что она бесплатно, ее раздавали бесплатно в Epic Store, ссылка на игру конечно будет в описании, но сейчас она платная, друзья, то есть это было достаточно давно, я ее не запускал, но тем не менее. сиятельное зло наконец-то произвело достаточно инструментов и тут же занялось созданием пивного котла. Я ее получил, но я в нее не играл, и вот запустил ее, скажу больше, я достаточно давно планировал купить вот эту вот игру, то есть, но потом за нее просто забыл, потому что мне очень нравятся игры вот типа Маджести, типа Хранителя Подземелья, мне вот вообще в целом нравится вот когда ты что-то там обучаешь, обустраиваешь их и потом они идут просто тащить соло всю игру, то есть, в зависимости от того, как ты их натренировал и так далее. Гордо воздвигнув пивной котел, сопляки взялись за работу и сварили вкусные пиво для возлияния Орды. Не хватало только старой доброй народной музыки, хотя может и не стоило у меня от нее кровь из ушей. Но пришла пора перейти к другому вопросу. Трудолюбивое зло получило доступ к лекторию. С его помощью можно было дополнять обычный процесс исследования свитками, полученными за золото, время и очки коварства. Вечно алчущее нового зло тут же ими занялось. А здесь вот на самом деле я не понимаю как вот это все работает на вот эти свитки, да? Тут кто-то спит или что? Ладно. Хорошо. Давайте запустим какое-то допустим исследование. Вот, примерно это. Возможно у меня нету того, кто бы вот это дело исследовал, друзья. Давайте создадим беса. Бес не исследовать ничего. кто здесь вообще занимается исследованием меня? Мне это на самом деле непонятно. Давайте построим думаю кладбище. Может кто-то на кладбище этим занимается? Потому что на самом деле я не знаю что от меня хотят. Вот есть стрелка. Окей, мы нажимаем. рабочее место будет построено автоматически. Может надо как-то ее расширить? Не знаю. так давайте построим наверное демоны. Только демонов я могу здесь строить. мягкие койки ага то здесь обратите внимание идет несколько исследований сразу то есть караульную давайте что-то исследуем я не знаю вот это увлекательный караул вот продвинутая ферма то есть они занимаются какими-то исследованиями а что дальше вопрос где взять эти свитки как это вообще все происходит на самом деле пока что непонятно великолепный выбор а этот уже что-то там исследовал он что залипает ну что ждем здесь я так понимаю надо просто подождать пока пройдут исследования и собственно с этим все здесь закончится эффективно эффективность 20 вы можете изучить свитки получают улучшения различной степени для обычных исследований а почему эффективность 20 вопрос а понятно то есть за счет того что я снес стены все получилось достаточно печально так хорошо вот это я затупил вот это я друзья затупил теперь теперь можем построить это все дело и давайте сейчас эффективность будет повыше эффективность 90% и выбор думаю давайте еще тоже сделаем и построим вот эту вот штуку для хранения свитков интересно на самом деле что она себе представляет в общем здесь надо подождать просто пока закончится вот это вот исследование и все будет окей все замечательно добродушное зло не только удовлетворило своих существ алкашей но и больше узнало об исследовании теперь оно решило что готово превращать полученные уроки страшные и даже ужасные дела собственно до конца я на самом деле друзья не понял как работают эти свитки и так далее умелое зло быстро освоило навыки эффективного управления подземельем давайте вот это потому что вот это мы не проходили злое коварство вы следующая зло и после этого пройдем первую миссию друзья и на сегодня уже все серии будут выходить ежедневно сразу скажу зло никак не насыщалось этими сумасшедшими обучающими заданиями ну ладно продолжим стоп мы это проходили там была еще одна стадия обучения давайте выйду главное меню была еще одна стадия обучения как раз с ловушками но почему-то она запускает не то поземелье для опытных слоя коварства эффективного управления подземельями быстро обучаем зло незамедлительно приступил последний экзамен до отказа набитые знаниями зло вынуждено было подготовить подземелье вот оно реально не знаю прошлый раз проходил друзья оно было у меня в третьем меню то есть третье по счету у меня тут комикс лежит а если еще немного выпить ты еще здесь мы разве не закончили с обучением что значит в меню есть четвертое обучающее задание у меня то больше ничего нет как же мне хочется когда-нибудь поработать с настоящими профессионалами эти балбесы из рем фордж даже главное меню не могут нормально сделать небось зенит арену троят ну раз уж пошло такое дело мы можем чёрт ответить в лице итак раз уж уже прибывшее зло оказалось там мешающие рассказчику выпить и почитать комикс марвел зло приступило к очередному этапу обучения на этот раз оно готовилось узнать кое-что о ловушках и заклинаниях ну как их создавать и применять обучающее задание было максимально творческим как будто кто-то придумал его буквально на лету оно рассказывало о защите подземелья от героев несколько ловушек уже было установлено с целью усложнить жизнь любого зарвавшегося героя другие вручную активировались ударом длани ужаса самое главное вовремя шлепнуть арканиум уже содержал достаточно маны для мощных заклинаний применить заклинание использовать ручную ловушку что ж друзья здесь вот заклинание я почитал ничего здесь на самом деле интересного нету в старых частях можно было вселяться непосредственно в кого-то юнита но там во всяком случае эти юниты действовали сами по себе вам здесь нужно командовать армией именно поэтому не особо это удобно так давайте разместим ловушки сразу же молотилка яма с шипами автоматическая ловушка автоматические ловушки и что давайте поставим сюда 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 так и теперь поставим магнитная ловушка ловушка что катящийся камень его никуда не втулишь в принципе ладно давайте построим вот это вот как-то это будет вообще полный трэш мне кажется они далеко вообще не уйдут так хорошо спустили почти все бабки и теперь еще поставим магии немножко давайте ка здесь была вот такая вот мана бомба втулим ее вот сюда вот сюда здесь похоже что нельзя кстати интересно где они вообще производятся стройка мат машина машинарию похоже строятся они вот здесь вопрос кто их строит строит и строят их гоблин увидим ну предлагаю нанять туда еще немножко гоблина вот вот где там ну почти уже все готово сейчас а как только ударю по вот этой штуки нас начнется самое веселое кстати где вы живете вообще непонятно где они живут вот они где живут места достаточно насколько я понимаю там можно и расширить это так и вот так нельзя для демонов построить понятно нас там блярды и в принципе все на ловушке готовы давайте активируем ловушку и меня сейчас стопят враги подземелье раздался подозрительный грохот тяжелых сапог и лязг доспехов вскоре в него войдут первые герои в твоем подземелье враги достаточно долго они перезаряжаются не особо весело на давайте-ка еще построим автоматических ловушек на что это смоляная яма нам она не особо нужна смысле а ты кто такой ладно на дружок интересно подземелье ворвались враги так и я думаю что уже на наставим их просто хуйму в твоем подземелье враги что денег нет да вот и все супер много этот камень наносит он и раньше принципе шотил в старой части теперь так вообще подземелье ворвались враги что с ним не так на почему он не умирает от ловушек какой-то перк типа на есть или что или он супер бронированный кстати давайте попробуем метеоритный дождь вроде как много наносит а а а а Продолжение следует... Скелет лучника и зомби. И сейчас попробуем, как работает вот эта тема. Ну и где они, вопрос. В смысле, вы его еще не убили? Стоп. Ну, вроде как все. Кто это такой? Следопыт. Отлично! Великолепно! Последний герой позорно слился и обучение завершено. Наконец-то я смогу нормально бухнуть. В смысле, поздравляю. Пора тебе заняться другими делами, которые не будут мешать мне пить и читать комиксы. Я так понимаю, что вот это зелье, которое выпало, это своего рода какой-то артефакт. Что ж, друзья, тень абсолютного зла перебралась через океан и пустилась на поиски своей цели. Темные эльфийки по имени Талия. Что ж, друзья, сейчас будет достаточно интересная заставка. Было давным-давно. Абсолютное зло, ну, и из предыдущей части, покорило весь мир и одержало победу над добром. С тех пор оно коротало дни в благословенной тьме и отчаянии, потягивая коктейли из черепов своих врагов и вынашивая новые планы за шаурмой из единорогов. Только, увы и ах, вынашивать ему было нечего. Тут орку трусы на голову натянуть, там над цыпляками приколоться других завоеваний ему не подворачивалось. Шли дни, за ними месяцы и абсолютное зло все больше уходило в себя. Временами из глубин подземелья из самой сверхсекретной тайной лаборатории расстроенного зла доносилось тихое ворчание. День ото дня в сердцах обитателей подземного мира росла тревога и они даже затасковали по подлостям своего правителя. Подданные чувствовали себя потерянными. Ни тебе побоев, ни пыток, ни беспричинных казней. Хотя чего уж тут, это было даже немного приятно. И вот, когда минула целая вечность и запасы единорожьего мяса подошли к концу, наш злой гений с хохотом выскочил из своей сверхсекретной тайной лаборатории. У него снова появилась цель. На востоке обнаружился, как это частенько бывает в продолжениях, неизвестный ранее континент, скрытый от злого взгляда каким-то ничтожным океанчиком. Зло тут же велело построить флот. Да не простой, а такой, что корабли усеяли весь горизонт от юга до севера, а управляли ими самые выдающиеся подданные злокозненного зла. Наконец, настал час пуститься через океан. Флот покинул порт и утонул. Но плевать хотевшее на собственных слуг зло это нисколько не смутило. Оно поручило гоблинам и соплякам создать еще более могучую армаду. Новые корабли поражали своими размерами. Лучшие из оставшихся слуг взошли на палубы, двинулись в путь и тоже утонули. Кораблестроители довели зло до белого коления, но оно решило отложить расправу. Дело пришлось взять в свои руки. Тяжко вздохнув, оно заклинанием создало свою тень, незамутненно темное и коварное существо. Подобно птице, тень полетела над морской гладью на восток. В дальних краях ей предстояло найти носителя, который покорил бы новую землю во имя зла. И тень уже наметила отличную цель. Согласитесь, достаточно интересная заставка, скажем так, не без юмора. И в целом здесь игра такая, здесь достаточно много юмора, как и было в классической части. И паладин Танос, герой всея восточных королевств и невыносимо славный малый. Он как раз вместе с товарищами навещал свою приемную дочь Талию в библиотеке из Томы, что в Твистраме. Ну что, Талия, как учеба? Дается тебе писание древних мудрецов? Да, Танос. Я постепенно усваиваю их и уже стала на шаг ближе к светлой стороне. Моя тяга к злым деяниям подавлена. Вот как. Замечательно. Я горжусь тобой, дитя. Продолжай в том же духе. Сейчас мне нужно разобраться с делами в Штормбурге, но я скоро вернусь. А пока меня нет, хранить покой в стране будет мой верный друг Гримли. Он поможет тебе в трудную минуту. Верно я говорю, Гримли? Ну ясен, красен, Танос. Присмотрю я за этой эльфийской черто за дочкой твоей. Ты уж не сомневайся. Ну что ж, друзья, тогда я вас покидаю. Дохранит вас богиня и пусть свет вечно льется на ваш путь. Счастливого пути, папа. Я тебя не разочарую. Добро, мой компас земной. Меня от таких мерзких фраз всегда передергивает. Эти неестественно хорошие герои и представить не могли, какая гроза надвигалась на них с юга. Вот стадо овечек мирно паслось на лугу и вдруг бах! Внезапный взрыв, который сожрал половину нашего бюджета на спецэффекты, возвестил о прибытии тени в этот мир. Она уже чуяла цель. Темную эльфийку, застрявшую между добром и злом. Тень невыразимо злого зла шла по свету и сеяла смерть. Рядом с ней увидали растения, гибли животные. Ну, прямо наш семейный пикник. Собственно, вот этой тенью, друзья, нужно будет захватить эту эльфийку и потом, собственно, устроить апокалипсис в этом городе. Сейчас, здесь будет супер длинный путь, здесь также будут титры. Далекого-предалекого зла оказалась очень-очень близко к Твистраму. Она уже всеми фибрами чувствовала близость цели. Люди, возьмите в руки фонари и да, зарит нас свет богини. Ночь темна и полна кошмаров. А еще тут где-то куча лошадиного навоза. Я недавно в нее вляпалась. Да будет тьма! Ой, то есть, да будет свет! Простите, я только учусь. Эээ... Ну да, события складывались не лучшим образом. Конечно же, тень всемогущего зла обладала невероятной силой, но свет представлял для нее некоторую трудность. Поэтому фонарей точно стоило избегать. Собственно, друзья, здесь будет достаточно долго нужно будет идти. Вот уже появляются титры с разработчиками. И почему я, собственно, стою во время диалогов? Потому что здесь, когда ты подходишь к определенному... Чекпоинту... 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 начинается диалог и я не хочу просто-напросто вот эти диалоги как-то скипнуть я хочу, чтобы вы все слышали чтобы вы понимали, что здесь происходит и в целом ну, это, по крайней мере, мне кажется это будет интересно во всяком случае, не знаю мне интересно это все дело слушать поэтому я пытаюсь это как-то по минимуму скипнуть к счастью, ворота были открыты к несчастью ярко освещены удача улыбнулась тени и она, благодаря своему невообразимому могуществу, вселилась в одного несчастного патруль а что это со мной? может, в последнюю кружку пива чего намешали? к сожалению, вскоре стражнику удалось вырваться из цепких лап тени но та хотя бы успела благополучно попасть за ворота вот, собственно, как видели я немножко поспешил потому что я знаю как это все здесь происходит и тень должна была добраться до своей цели темной эльфийки Талии вскоре та перейдет на сторону зла хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо да прибудет с вами богиня, друзья мои близится торжественное открытие детского приюта в библиотеке из Томы приходите на главную площадь и празднуйте с нами ну, я даже не знаю у меня планы были вечером в баньку друзья, этот приют очень важен для моего отца Таноса но вы его знаете такой могучий паладин которого не стоит огорчать да, да, конечно придем прекрасно да озарит вас свет богини и насладимся же дивным представлением на главной площади вместе за мной, друзья во имя зла то есть добра да не угаснет свет в ваших сердцах ибо ночь темна и полна кошмаров или комаров ну, что-то типа того что ж, идем дальше собственно, друзья как видели я немножко поспешил и получилось так что я скипнул на диалог но дальше мы так делать конечно не будем мы будем останавливаться все это читать слушать и уже потом только идти дальше а здесь как видите вот эти вот ребята уже ходят с факелом здесь уже так просто не будет ну, в любом случае я это все дело проходил поэтому я думаю что проблем у нас не возникнет и нам нужно вот сейчас сюда он туда втопит и мы успешно пойдем за ним вообще на самом деле мне с одной стороны это интерактивно с другой стороны мне это не особо нравится что вот есть какие-то такие миссии где нужно командовать самому потому что ну, в изначальной игре вот такого не было ну, с одной стороны это и прикольно с другой стороны блин, ну, это отходит скажем так от классики хорош мне фонарем в лицо тыкать, парень я Гримли король гномов и привык к темным колонам гадкое зло с помощью тени столкнуло лбами двух героев о, ха-ха-ха-ха и вот теперь мне приходится нянчиться с этой остроухой в смысле с приемной дочкой моего доброго друга Таноса будь он проклят темный эльф он темный эльф и есть никуда не денешься у этой девчонки подлость в крови надо было бы давно ей уши отчикрыжить ну что ж идем дальше и вот продолжение опять же разработчиков кстати мы не выполнили ачивку я вот решил атаковать потому что прошлый раз когда я проходил я увидел этот навык но так и не воспользовался то есть если вы это сделаете то тень получает урон то есть урон тенью получать нельзя для того чтобы было там еще издалека доносился невыносимо добрый перезвон церковных колоколов им наверняка ознаменовалось открытие детского приюта в библиотеке из Томы герои с фонарями в руках стали стекаться в том направлении тень нарушающего ПДД зла чертыхнулась представим себе что у нее есть рот и попыталась держаться подальше от фонари мы собрались здесь для того чтобы открыть в библиотеке из Томы верхский приют имени богини нашей сейчас надо вот так вот я безмерно счастлива видеть что столько людей пришли сюда по собственной воле отлично наконец-то наконец-то настал час когда тени любящего обгонять по обочине зла стала рукой подать до темной эльфийки Талии настал час пустить свое небывалое могущество в дело и на некоторое время поработить жертву я рада что мы все собрались сегодня на открытие детского приюта в библиотеке из Томы это заведение настоящий оплот тьмы ой света в будущем оно станет путеводной звездой для новых поколений давайте послушаем что она говорит доброту и жажду крови доброту и сострадание отца бы переполняла гордость будь он сегодня с нами он был бы вне себя от радости видя как мы дарим детям и нуждающимся место где можно жить и процветать вот почему я с радостью приму ответственность за этот приют и и сотру его в порошок а вас всех прикончил чего она сказала смерть ну что ж на давайте убивать ну баба стреляем надо убить всех вот этих героев друзья и вроде мы убили всех это задание здесь такое я прошлый раз его не выполнил разорву 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 собственно все тем временем в библиотеке истомы герои за кофе и тортиком ждали талию на торжественное открытие детского приюта увы энергетический луч попал прямо в торт и превратил его в пепел ну и здание вместе с героями тоже само собой самовлюбленное зло похлопало себя по плечу за такое достижение то есть похлопало бы да только латная перчатка всегда очень неприятно звенела по наплечнику хорошо что в мире существуют цеплики очевидно что носителя лучше чем темная эльфийка и придумать было нельзя талия уже заслужила почетное звание лучшей работницы месяца за разрушение библиотеки истомы вместе с половиной твистрама разгром детского приюта и обстрел невинных жителей волшебными снарядами моментально превратили ее в любимицу наплевательски относящегося к слугам зла сделав свое черное дело талия удалилась в катакомбы под развалинами библиотеки истомы там прямо между скотобойней и жилищем безумного архиепископа лазаря она задумала создать нечто невообразимо сильное во славу совершенно абсолютного зла черное сердце основу могущества любого подземелья где-то далеко светлый паладин Танос бывший наставник Талии фантази сити к стольному граду империи Штормбургу этот доверчивый простак радостно насвистывал себе под нос даже не подозревая о злодеяниях своей приемной дочери он конечно понимал что все темные эльфы таят душе зло но надеялся побороть естество Талии религиозно-идеологическим воздействием и древними безумными писаниями да старина просчитался что ж друзья прошли мы первую часть первую миссию прошли мы первую миссию следующую миссию уже будем проходить в следующей серии друзья надеюсь видео было интересно спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь жмите колокольчик ну и пишите в целом как вам игра для меня это на самом деле важно чтобы я вообще понимал интересно ли те игры которые я вам записываю собственно на этом все пока 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 Продолжение следует...